В парке Кадрёрк в столице собрались тысячи детей в желтых футболках, на которых помимо номера участника был еще и телефонный номер, набрав который каждый может финансово поддержать ребят из реабилитационного неврологического центра Хапсау. Школьники не только в столице, но и в Кохтово-Ярве, Тарту, Валга, Вильянди, Выру, всего в 25 городах по всей стране в одно время вышли на старт благотворительной эстафеты. Поддержала ребята президент Эстонии Керсти Кальюайт, которая дала официальный старт забегу. Все собранные во время этой акции средства пойдут напрямую на помощь детям, нуждающимся в лечении, на реабилитацию, специальные коляски и прочее, так необходимое для лучшей жизни ребят, которые по той или иной причине больше не могут ходить. В 12-й раз школьники по всей Эстонии участвуют в благотворительном забеге, чтобы помочь ребятам из реабилитационного неврологического центра Хапсалу, которые пока, увы, бегать не могут. Помимо сбора средств, эта эстафета еще и учит школьников заботиться друг о друге и о тех, кто в этом нуждается. И наверняка они станут еще больше ценить свое здоровье и возможность вот так легко пройти или пробежать самостоятельно пару сотен метров. Сами ребята радовались возможности покинуть стены школ и провести время на солнышке, но все же объединять школьников, конечно, не желание прогулять уроки, но понимание самого главного. От них зависит много и они действительно могут помочь. Время им интересно провести и помочь детям, и вообще это весело. Пробежать ради удовольствия, дружно все, вместе. Чтобы здесь кто-то позволит на благотворительность, детям дадут 7 евро. Меня позвали, я согласился, ну с друзьями, заодно помочь детям. Сегодня поддержать участников забега приехали и родители с детьми, ради помощи которым и собирают средства. Ежегодно 350-400 маленьких пациентов проходят реабилитацию в центре Хабсова. Восьмилетний Алексей в их числе, он потерял возможность двигаться всего за несколько дней. Это было последствия тяжелого воспаления мозга, после которого мальчик не смог самостоятельно не только ходить, но и стоять, глотать и даже дышать. Мы снова учились сидеть, буквально там 30 секунд, ему было очень тяжело, он ждал когда все-все, и потом с каталкой вот это ходить 2-3 шага. И вот, и тут ребенок побежал у меня, мама, я так обрадовалась, вот все идет на улучшение, слава богу. Спасибо нашим врачам и людям, которые помогают. Это очень много уже людей помогло. Я не думала, что у нас в нашем, в принципе, таком же жестоком мире, так очень много людей, которым не безразлично человеческая жизнь. Из-за болезни для кого-то пробежать, казалось бы, совсем нетрудные стоили 200 метров, это почти несбыточная мечта. Но благодаря сегодняшним участникам эстафеты, мальчики и девочки из реабилитационного центра Хабсова станут на шаг, а то и два, ближе к исполнению этой заветной мечты. Екатерина Пеховича, Савскалецкий, Первый Балтийский канал.